Продолжаем. Налог на молодетность предложил ввести в Россию глава Института демографии и миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Он направил президенту Владимиру Путину проект концепции федерального закона о статусе многодетных семей. Как только об этой инициативе стало известно общественности, разразился скандал. Политики, чиновники, общественные деятели и журналисты заклеймили автора проекта и саму идею. Так, глава комитета Госдумы по делам семьи женщин и детей Тамара Плетнева отметила, что считает неправильным вводить налог на молодетность. Хотя члены комитета готовы рассмотреть этот законопроект, если он поступит. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Кремле ничего не известно об инициативе по введению в стране налога на молодетность. Что же это за страшилка, выяснила Ирина Ившина. Из всей концепции закона о многодетных семьях, изложенной на шести страницах, широко обсуждался лишь незначительный абзац аналогии на молодетность. Меж тем, авторы ее, коллектив Московского института демографии и миграции регионального развития, по большому счету попытались обратить внимание президента на глубокий демографический кризис. В России лишь 6,5% всех семей с детьми являются многодетными. И только увеличение этой цифры как минимум в 7 раз поможет к 2035 году хотя бы сохранить сегодняшнюю численность населения страны, говорится в концепции. Но это не академический, не научный институт. Это вообще НКО, некоммерческая организация, которая действительно занимается какими-то исследованиями. Но это, скажем так, я не уверен, что это основано на полноценных научных исследованиях. Над этим вариантом концепции специалисты работали 3 года, привлекались в том числе экономисты. И вот это вызывает удивление. Экономическая ситуация сложная, но среди предлагаемых мер по поддержке многодетных семей создание специализированных поселений, городков демографического будущего. А тем, кто не хочет жить в таких поселках, компенсация, возврат 20% ипотечного кредита за четвертого и каждого последующего ребенка. Кроме того, обязательный гонорар от государства. 25 тысяч в месяц, если в семье 3-4 ребенка, 45 тысяч за 5-7 детей, 100 тысяч, если детей 8 и больше. Платить за все будет государственный фонд. Пополнять его предлагается из федерального и регионального бюджетов, вновь введенного всеобщего налога в поддержку многодетности, а также специального налога на молодетность. Его размер авторы предлагают сделать символическим – 150 рублей. А платить обяжут бездетных и тех, у кого один или два ребенка. Я думаю, что сейчас нужны меры, направленные на поддержку и повышение статуса многодетных семей. Такая мера, она может наоборот обозлить других людей по отношению к многодетным семьям. У меня один ребенок, я все-таки еще молодой человек, и моя жена тоже молодая. Естественно, у нас еще может быть все впереди. Но сейчас мы четко представляем себе, что один ребенок – это то оптимальное состояние нашей семьи, которое сейчас возможно. И понятное дело, что если будет введен налог на вот эту молодетность, это никак не сподвигнет нас к тому, чтобы мы быстро-быстро рожали второго, третьего, четвертого и пятого. Молодетные семьи возмущены концепцией. Многодетные очень осторожны в оценках. Общество не готово к ней. Я из чего такие выводы делаю? Потому что люди на улицах, когда видят нас, многодетную семью, часто спрашивают – все ваши? И раньше я просто с улыбкой отвечала – да, конечно, все мои. А теперь я задумываюсь, потому что иногда отвечают очень грубо. И жалко детей, которые рядом находятся и все это слышат. Но при этом даже вполне обеспеченные многодетные семьи говорят о недостаточности существующей господдержки. Пока мы ее вообще не ощущаем. То есть у нас нет таких каких-то льгот или что-то, чтобы мы могли ее ощутить. Потому что мы не являемся малоимущими, поэтому мы… То есть для малоимущих, может быть, государство там что-то и больше делает. Но вообще этой поддержки мы не ощущаем. Многодетные семьи должны стать элитой российского общества, говорится в концепции. Но максимальную помощь будут получать лишь те, кто достойно воспитывает своих детей. Впрочем, судя по реакции общества, очередная попытка принять закон о многодетных семьях вновь потерпит фиаско. Ирина Евшина, Михаил Меньшенин, Архангельское телевидение. Мы стали 353-ми в тот момент, когда обратились за комментариями к автору концепции Юрию Купнову. Это председатель наблюдательного совета Института демографии и миграции регионального развития. Он согласился ответить на наши вопросы, пока ехал с одной встречи на другую. Естественно, первый вопрос. Почему вообще заговорили о проблеме молодетности? Тренд на молодетность, к сожалению, это всемирные проблемы. Это чума 21 века. И во всех развитых странах фактически принудительная молодетность. Хотя в тех же США и Франции лучше ситуации, чем у нас. И по большому счету это связано с изменением культурных установок. И с изменением вообще подхода к жизни как таковой. Если раньше количество детей ограничивалось внешними факторами. Голодом, холодом, соответственно, болезнями и так далее. То сейчас именно культурные установки играют решающую роль. И мы видим по молодежи, что она совсем по-другому относится. Если дело будет продолжаться таким образом, то у нас к концу столетия русских граждан России будет не более половины от нынешнего числа. Скорее всего, и меньше. Юрий Васильевич признался нам, что предполагал, что концепция вызовет негативные отзывы у чиновников и политиков. Но не думал, что настолько. Это скорее мера общественного порицания страны-государства и стимулирования. Но я просто опять не очень понимаю вообще замечания так называемых экспертов. И меня пугают депутаты наши и чиновники федеральные, которые, рассуждая на эту тему, они не знают, что у нас просто в соответствии с налоговым кодексом Российской Федерации четвертой частью статьи 218-й. У нас и так уже существуют вычеты из налога в пользу одного ребенка, двух, трех, по нарастающей. Соответственно, уже сегодня, по сути, взымается, только так не называется, налог на бездетность и молодец. Юрий Крупнов, оказалось, не витает в облаках, он очень приземлен и вполне понимает, почему семьи не решаются на третьего ребенка, просто не могут себе это позволить. Очень хороший вопрос, потому что тут надо определиться. Либо мы себя считаем приговоренными навсегда к этой антидетской системе и антидетской инфраструктуре. Вы правы совершенно, но либо надо менять эту социальную политику и менять экономическую политику, давать возможность, начиная с того, что там отцам семейства нормально зарабатывать достойно тяжелым, хорошим, качественным, профессиональным трудом. Но для этого нужны места занятости, то есть нужна новая индустриализация. Поэтому мы требуем прекратить рассматривать демографию как такое что-то социально какое-то там льготно-выплатное, а надо рассматривать демографию как основу новой индустриализации страны, регионального развития и новой социальной политики. Здесь вы правы.